Я нахожусь в старом городе, на Гаммастан, в Стокгольме. Мы приехали с нашим клиентом, чтобы помочь с трудоустройством. Завтра мы пойдем в налоговую и подадим пакет документов. Парень трудоустраивается из СНГ. Был подготовлен контракт здесь, в Стокгольме. Дальше документы были переданы ему сначала здесь в трудовую инспекцию, там в посольство Швеции, в Москве. Он был на интервью, прошел интервью, получил пластиковую карточку. У него было три месяца, чтобы оформиться здесь и получить ID-номер и встать на налоговый учет, что мы завтра и сделаем. Итак, завтра утром мы встречаемся с Настей. У меня налоговая, в которую мы приехали с Настей для того, чтобы помочь нашему товарищу из СНГ. Настя, расскажи, что мы здесь делаем. Мы помогаем человеку зарегистрироваться. То есть человек получил разрешение на работу здесь, в Швеции. И приехал сюда. И теперь мы его зарегистрировали в налоговой, чтобы получить личный номер. Сколько по времени ждать этот номер? Несколько недель, вплоть до восьми. После того, как номер получен, можно уже приглашать супругу, детей и ID-номер получить? Да, можно получить идентификационную карточку. Да, ребят, вчера я был в Мексике, было тепло. Сейчас я в Стокгольме, погода минус 10, идет снег. Это процесс трудоустройства на шведское предприятие. В данный момент я в налоговой. Делаем распечатку документов. В Москве, кстати, или в вашей стране, после того, как здесь одобрят в службе занятости в Швеции ваши бумаги, ваш работодатель подпишет необходимые бумаги. Вы получите пластиковую карточку в своем посольстве, в посольстве Швеции, в Москве или в той стране, в которой вы находитесь. Дальше с этой карточкой вы приезжаете в Швецию. Вот я приехал в Стокгольм. Ну и дальше уже в налоговой получаете ID-номер, делаете фотографию на карточку. Ну и с этого самого момента работаете здесь, в Швеции и зарабатываете деньги, ну и двигаетесь вперед паспортом президента. Мне помогает Настя. Сейчас она занята, освободится. Я задам ей несколько вопросов. Кстати, я не ожидал такой реакции моего поста про Норвегию, что оказывается, очень многие хотят переехать в Норвегию. Я буду здесь, в Европе, наверное, с мая и начну делать материалы по Евросоюзу и конкретно по странам Скандинавии, если вам это нужно. А я думаю, что вам это нужно. Вот так ждем Настя, освободиться, я задам ей несколько вопросов. Настя, расскажи, что мы здесь делаем? Что это вообще такое? Это налоговая служба. Мы сейчас будем регистрировать человека, который сюда приехал, в Швецию, который получил разрешение на работу. И мы будем человека здесь регистрировать. После этого человек получит личный персональный номер. И все это как персональный номер, это как пропуск в страну. С ним можно открыть банковский счет, с ним можно полноценно жить в стране. Понятно. Ну а так вообще, как здесь живется людям в Швеции? Очень многие мечтают попасть в Скандинавию. Ну, вообще так. Как общее впечатление? Ты здесь живешь давно, я знаю. Да, я здесь 5 лет. Это страна очень хорошая, очень много возможностей для развития, для бизнеса. Если у кого есть желание, то всегда, пожалуйста, если есть желание работать, развиваться здесь, очень хорошие условия для этого. А как социалка вообще? Как тут оплата? Ну, я имею в виду, там, страховка. Например, в Америке очень много нужно тратить на страховку, на медицинскую. Здесь как с этим делать? Здесь медицина бесплатная. Образование? Образование тоже бесплатное. Здесь, я знаю, есть один из старейших университетов, да, которые больше 500 лет уже находятся, да, здесь, в Стокгольме. Да. Ну, а как вот качество образования? И вообще здесь как трудоустройство? Легко найти работу? Это всё очень индивидуально, зависит от человека, очень много зависит от того, ну, как, в принципе, в любом месте, очень много зависит от, вообще, от умения общаться с людьми, да, то есть находить какие-то контакты, завязывать знакомства. Если есть такой, есть такой навык, то работу найти несложно. Понятно. Если, если такого навыка нету, но будете искать работу классически через подачу заявлений и так далее, отправка резюме, то тоже очень всё возможно, всё реально. Шведский язык трудно? Мне нет. Я сейчас свободно говорю на шведском, уже два года, наверное, у меня заняло на то, чтобы, ну, более-менее уверенно себя чувствовать с языком, сейчас я уже пять лет здесь, вот, но, опять же, это всё индивидуально, я думаю, что если есть желание учиться, если есть старание, если есть цель, как следует овладеть языком, а не так просто тяп-ляп, как бы сказать, там, две булочка, вот. Если есть желание выучить язык полноценно, то это всё очень реально. Здесь есть школы шведского языка, бесплатные. Понятно. Так, по поводу жилья, как сложно здесь вообще найти жильё и сколько в среднем в месяц нужно будет тратить в процентах от своей средней зарплаты? С жильём здесь немножечко напряг, потому что цены высокие, и купить жильё, и снять тоже цены очень высокие. Жилья не хватает на всех, поэтому напряжено, но, опять же, можно. В принципе, если, например, работать на... если получать среднюю зарплату, то где-то на аренду квартиры уйдёт половина. Понятно. Ну, а так, цены на продукты, там, всё остальное как? Уровень цен здесь высокий на всё, вообще на всё, практически. Вот. Поэтому я помню, когда приехала, у меня был шок, но это быстро пришло. Как бы здесь, когда живёшь, привыкаешь, в принципе, всё нормально. Но здесь и уровень зарплат, соответственно. То есть это не так, что очень высокие цены и маленькие зарплаты. Нет, то есть если... ну, если работать, то можно здесь хорошо жить. Знасть, я слышал, вот здесь очень интересная пенсионная система. То есть когда выходишь на пенсию, то получаешь первые пять лет, да? Столько же, сколько получал зарплату, то есть или как? Ну, то есть я знаю, что там очень высокая пенсия первое время. Если честно, я с этим вопросом не очень знакома. Понятно. Ну, а вот бизнес организовать здесь сложно? Нет. Всё просто, да? Да. На бумаге, на всё остальное сколько времени занимает? Это очень быстро, на самом деле, зависит от формы предприятия. Если это частное предприятие, то это вообще очень быстро, без проблем, без всяких. Через интернет всё это делается, не нужно никуда ходить, прям буквально быстро. Если это акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, здесь нет такой формы. Как бы следующая форма идёт, акционерное общество, закрытое. Там немножко посложнее, там нужно писать встав фирмы, ну, всякое такое. Но, опять же, это не сильно сложно, никаких проблем особо нет. Детские сады здесь для детей платные? Да, детские сады платные, но стоимость, она, во-первых, зависит от заплаты. Родителей, и стоимость, она очень невысокая. Понятно. Но здесь вообще всё на детей сориентировано, да? И на пенсионеров. На детей, да, на студентов. Стипендии есть для студентов, да. А стипендия сколько средней? Стипендия, на самом деле, небольшая, но помогает, сейчас скажу, ну, немного, может, 500 долларов. Но есть возможность, если учишься на полный день, то есть возможность получить кредит с очень-очень низкой процентной ставкой. Вот, и то есть там очень-очень хорошие условия у этого кредита, то есть вполне возможно и учиться, и работать одновременно. А вот по поводу ипотеки, кредитов, вообще средней, сколько здесь, если квартиру, допустим, в ипотеку взять? Процентный стат? Да. Это всё очень индивидуально. Вам никакой банк сразу не скажет, что вот прям столько-то сразу же. Они каждый случай рассматривают индивидуально, в зависимости от вашего дохода, от кредитной истории и так далее. Видео, кстати, мы делали экспромтом. Настя вообще не знала, что я буду её снимать. Вопросы я задавал. Я не готовилась. Настя не готовилась, но тем не менее всё очень здорово получилось. Итак, мы в Швеции, мы в Стокгольме. Февраль месяц 2018 года. Если захотите приехать сюда и здесь остаться, звоните нам, консультируйтесь. Да, может быть, мы там поможем.